итак мы с вами продолжаем данные у нас есть пусть тестовая но это вполне рабочие данные с которыми можно продолжать в дальнейшем работать и наша задача на текущий урок вывести табличку с пользователями а давайте попробуем это сделать для этого обратимся к редактору и посмотрим папку где лежат все контроллеры в лара вальсе контроллеры находятся в папке up http controllers окей а до этого давайте мы откроем наш маршрут это roots web печки и за главную страничку у нас отвечает вот этот вот на маршрут и до этого мы с вами просто вызывали view представление home blade ну и собственно все никакой логике у нас здесь нет а вы помните что логику мы конечно же можем здесь писать но это не самый лучший вариант лучшим вариантом будет сделать так чтобы вызвать вот здесь вот в маршруте вызвать какой-то контроллер и какой-то экшн контроллер это не что иное как класс а экшн не что иное как метод данного класса окей давайте так и поступим пусть у нас будет контроллер скажем main контроллер а экшн пусть у нас называется индекс для того чтобы это сделать используется вот такой формат записи название контроллера и через знак собаки название метода который необходимо вызвать при обращение по вот такому вот адресу то есть при обращении к главной странице соответственно такой контроллер нам потребуется и здесь опять таки мы обратимся к инструменту артизан чтобы он нам создал таковой контроллер и так откроем консоль и выполнить команду печки артизан мейк контроллер и название контроллера main контроллер собственно все теперь у нас должен появиться папке контроллер с новый контроллер под названием main контроллер и у него нам нужно создать метод метод индекс давайте так и поступим паблик фанкшен индекс и в данном методе нам необходимо получать все записи из телефонного справочника для этого мы можем использовать различные различные варианты laravel предлагает нам несколько вари способов работы с базой данных ну и чаще всего используется так называемая eloquent орм который мы сами некоторые методы которые точнее мы с вами сейчас и используем для этого у нас должна быть модель она у нас уже есть мы ее создавали ну и собственно все что нам нужно сделать это обратиться к данной модели и вызвать например метод all давайте так и поступим и так создадим переменную users обращаемся к модели фон бук и вызываем метод all значит для тех кто не использует печь пи шторм обратите внимание что у вас должно здесь быть импортировано соответствующее пространство имен пространство имен у модели если мы откроем фон бук модел том у нее пространство имен об ну и соответственно мы импортируем из этого пространство имен класс модели фон бук моем случае печь пи шторм сделал это автоматически когда написал здесь фон бук и выбрал из выпадающего списка предложенных классов нужный мне то печь пи шторм дописал автоматически здесь нужное пространство имен если вы используете не печь пи шторма какой-нибудь скажем соблайн текст то вам нужно это будет сделать вручную окей а движемся дальше и дальше нам нужно сделать так чтобы на главной мы собственно увидели вот ту же самую картину но уже динамичную для этого нам нужно подключить вид а прежде чем мы это сделаем а давайте мы попробуем распечатать наших наших юзеров и посмотреть вообще получаем ли мы их для удобной распечатки в laravel есть такая замечательная функция как dd это сокращение от dump and die то есть распечатай в красивом виде в красивом виде и да и соответственно заверши дальнейшее выполнение скрипта users окей обновляем и мы видим что у нас есть коллекция коллекция из 100 записей из 100 записей класса об фондук то есть 100 наших моделей в каждой модели соответственно своя запись помним что в предыдущем уроке мы с вами создавали 100 тестовых записей вот это вот они и есть замечательно мы их получили теперь нам нужно их вывести для этого мы подключим наш вид он нас называется home папки blade в папке ресурсы с вьюс прошу прощения home blade файл наш и нам нужно передать в него наших юзеров наших пользователей с помощью печкой функции compact мы передаем их туда окей откроем наших пользователей ресурсы с вьюс хоум ну и вот она наша табличка давайте оставим одну шаблонную запись все прочее удалим вот так вот ну и здесь у нас могут быть пользователи а могут и не быть да то есть мы можем работать с и пустой с пустым набором данных то есть мы ничего можем не вытащить из базы данных и поэтому было бы неплохо наверное проверить а если у нас пользователя сделать это можно с помощью директивы if ну и здесь мы проверяем каунт users если есть что-то в юзерах да если они есть то мы собственно будем их выводить здесь and if значит выводим name email phone и айдишник а вот она наша шаблонная запись строка и здесь мы используем цикл for each опять-таки используя в виде директивы blade for each users с user здесь у нас будет and for each так и для каждого в каждом значении в каждой ячейке да мы обращаемся к значением к свойствам нашего объекта юзер юзер у нас является ничем иным как объектом то есть мы из той коллекции 100 записей в цикле for each берем каждую конкретную запись на каждой итерации цикла и эта запись у нас будет объектом ну со своими свойствами понятно эти свойства не что иное как соответствующие поля таблицы таблицы фон букс значит как обращаться к переменным мы уже знаем с помощью вот такого вот синтаксиса и обращаемся к юзер айди здесь здесь мы обращаемся к юзер нейм здесь мы обращаемся к юзер фон юзер фон юзер фон в принципе все давайте проверим работает ли это обновляем ну и вот они наши пользователи все 100 человек все 100 экземпляров вот они у нас здесь замечательно вывелись хорошо в реальных проектах конечно же вряд ли вы будете выводить сразу такое большое количество записей вам потребуется пакинация как ее добавить мы с вами посмотрим и возможно вы захотите еще выводить их не в таком порядке сейчас не вывелись в том порядке в котором они добавлялись то есть по айдишнику сортировка произошла а возможно выход захотите их сортировать скажем по имени по именам и это достаточно легко сделать давайте вернемся в main controller вот эту вот запись я закомментирую и здесь создам еще раз юзеров обращусь к той же самой модели фон бук и вместо метода all который достает все записи мы во первых для начала используем методы конструктора запросов это метод order by для сортировки order by и сортируем мы по полю ней по умолчанию это прямой порядок то есть ask алфавитный порядок от меньшего к большему если вам нужен другой то вторым аргументом можно указать desk например и так мы сортируем в алфавитном порядке и для того чтобы на им нами получить требуется уже здесь метод get вот такой вот теперь если мы обновим страничку то все наши пользователи телефонного справочника были отсортированы в прямом то есть в алфавитном порядке замечательно ну и последнее что мы с вами сделаем это добавим погенацию на самом деле добавить погенацию предельно просто все что нам нужно сделать это заменить метод get в данном случае на метод pgnate и указать аргументом поскольку записи мы хотим выводить у нас их 100 давайте по 5 вот поставлю например маловато по 10 давайте поставлю и собственно все теперь если мы обновим страничку то у нас здесь выводится ровно 10 записей как добраться до оставшихся записей то есть проще говоря вывести погенацию а тоже очень и очень просто возвращаемся в наше представление и в условии кстати вот здесь вот и вы также можете написать добавить еще директиву else и выводить что-то в противном случае если у вас нет пользователей для вывода ну то есть например нет записей в базе данных при желании может так вот и вот здесь вот мы хотим вывести погенацию значит для того чтобы вывести погенацию нам нужно обратиться к все тому же все кто же коллекции юзерс и вызвать у нее метод линкс и в результате вот мы с вами получили погенацию она замечательно по умолчанию формена поскольку laravel использует дизайн бутстрапа те же самые классы используют бутстрапа 4 и соответственно вот все у нас замечательно а если вдруг вы создаете сайт и вам нужен какой-нибудь другой дизайн погенации то это тоже легко сделать для этого есть специальная команда с помощью которой можно импортировать в ресурсы связь все существующие шаблоны погенации и попробовать выбрать из них что-то а если не подойдет тогда можно соответственно внести какие-то правки либо написать собственный вариант и подключить его в рамках данного курса этот вариант эти варианты мы не рассматриваем ну других куб в другом курсе они рассмотрены окей наша погенация работает все замечательно вот мы можем обратиться например к последней страничке вот все замечательно ну и последнее что мы здесь с вами рассмотрим как попасть на главную вот допустим я хочу чтобы вот здесь вот телефонный справочник была ссылкой для того чтобы попасть на главную для этого мне потребуется layout находим нашу ссылку вот она здесь конечно могу написать что то вот такое и это была бы ссылка на главную но в laravel есть удобный механизм формирования ссылок все что нам нужно сделать это обратиться к маршруту в данном случае вот он у нас и для него указать название наименование этого маршрута это делается с помощью метода name ну и очевидно данный маршрут можно назвать home скажем поскольку это главная страничка все что теперь нам остается сделать это использовать специальную функцию helper root которая поможет нам сформировать корректный маршрут ей аргументом нужно передать просто название нужного маршрута в данном случае у нас name теперь после обновления name не name прошу прощения а home теперь после обновления вот здесь вот у нас ссылка корректно на главную страничку вот мы к ней перешли супер как видите все достаточно просто ну и мы буквально вот за несколько минут вывели все необходимые данные при этом использовали погенацию для разбивки этих данных на соответствующее количество записи на для одной страничке и все это с laravel делается очень и очень просто текущий урок на этом мы завершим ну и в последнем уроке мы с вами реализуем поиск по вот этим вот записям я